Привет, хочу поделиться с вами опытом использования машинки Hoodpoint Ariston WMCG7106 7 кг загрузка у нас Купил я эту стиральную машинку 4 месяца назад в Эльдорадо 27 ноября, когда произошел скачок цен Я вообще хотел купить машинку LG И всем советую покупать машинки стиральной LG Но, к сожалению, она стоила 18 тысяч А когда я пришел в магазин, она стоила 27 Поэтому пришлось искать такие варианты бюджетные И пришлось взять эту машину Она не новая продавалась, она была бушная в Эльдорадо Ее вернули, так как был сбой программы То есть машинка сама включалась и выключалась Вот Но мастера эту поломку устранили И как бы она была пригодна для использования И стоила 13 тысяч Это очень дешево для машинки такого класса Поэтому я сразу же установился на ней Ну, надеялся, что никаких поломок у меня не будет Но зря надеялся Где-то через месяц она перестала работать Пришел мастер и оказалось то, что при ремонте в Эльдорадо Плохо засунули разъем питания И он выскочил во время отжима Вот, он разобрал заднюю часть машинки Все открутил И разъем снова засунул Папа в маму И все нормально Работает на ура Вот, также плюс этой машинке то, что вот здесь Вот здесь вот внизу Вы можете отверточкой поддеть И этот блок снять И там будет такой язычок торчать Вот здесь Вот здесь будет торчать такой язычок За него надо потянуть И вы можете открыть машинку Если у вас, например, машинка сломалась, заблокировалась Вы можете ее всегда открыть Если какая-то чрезвычайная ситуация Открываете машинку И вынимаете туда белье Иначе она протухнет там И будет вообще ужас-ужас какой Вот, что дальше хотел сказать О, очень интересная система Вот здесь у нас Вот Вот эта штука, она вынимается Вот Я ее вынул И заливал сюда кондиционер для белья Но оказалось, что он Кондиционер этот не высасывает Он высасывает в том случае Если она стоит вот здесь Так что не забудьте Если у вас такая машинка Чтобы она, вот эта штуковина Всегда здесь была на месте Иначе Кондиционер у вас не будет полностью Выполаскиваться Тут постоянно будет стоять вода Он как бы Кондиционер отсюда бельет Берет Но вода отсюда не выполаскивается Полностью Сейчас же тут все сухо Если вы Сюда будете Заливать кондиционер Он у меня сейчас залит Детский Для детского белья Ушастый нянь Вот такая штучка у нас Есть еще В комплекте Она вставляется вот сюда Это если у вас Жидкий порошок Вы можете Обмеривать Жидкий порошок Такой штучкой Вот Она здесь у меня находится Постоянно Я и не пользуюсь Порошок у нас обычный Как вы можете видеть Дискотечный За эту штуку вроде бы как Все Больше ничего интересного Да Вот Так же Что еще интересного За эту машинку Вот Чем она отличается У меня раньше была машинка LG Но она сломалась И там У нас слив был Сверху А нет 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 Не сверху Да Сверху Он был сверху Вот С задней части Вот здесь И поэтому Просто там Клапан открывался И вода сливалась И без разницы Как у вас сливные шланги находились Никакой разницы А здесь же Сливной шланг Находится снизу Вот С этом месте Только сзади И поэтому Вам нужно Чтобы постоянно Из машинки Вода не уходила Сливной шланг Вот он идет отсюда Поднять его Вот сюда Примерно Вот на такой уровень Ну там где-то В инструкции написано 68 сантиметров По-моему от пола И вот здесь у вас Вот он К примеру Вот так у меня идет слив Вот так Вот так Вот так Оп И вот здесь должна Находиться уже Сливная самотрубка В канализацию Которая идет Но у меня Такой сливной трубки Нету Она у меня внизу Ближе к полу Поэтому я просто Сделал такую змейку И вниз Но как Вы знаете Из физики По системе Передаваемых сосудов Так нельзя Потому что Вода Например Это как отсасывать Бензин у машины То есть Вы один раз Соснули И бензин пошел И он может Весь так выйти Но я На интенсивной стирке Не стираю Вот у нас есть Такой режим Интенсивная стирка Когда машинка Набирает очень много воды Вот Я стираю только На регулярной Деликантной Если на интенсивной Возможно Вода у вас будет уходить Если вы не сделаете Правильный слив Короче говоря Лучше доверить Эту машинку Установку Установке Профессионалам Вот Давайте дальше Пробежимся По режимам Вот сейчас Я запущу стирку А потом Буду вам рассказывать Все Я стираю В основном На режим Эко А хлоп Эко стирка Хлопок 12 Вот мы выставляем Циферку 12 Вот сюда Как по часам Вот у нас Показывает 1 час 45 Еще Температура У нас на эко стирке Нет Стирает холодной водой Отжим Отжим Она очень сильно отжимает Поэтому я ставлю 500 Чтобы белье Сильно не помялось Отсрочка пуска Это вы все понимаете Что такое Чтобы машинка запустилась Через час Через два Через три Ну давайте сразу прогоним Вот Час Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Так Что это 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Вот 24 часа Можно отсрочку пуска Мы выключаем Нам она не нужна Я ставлю всегда дополнительное полоскание Чтобы хорошо отстрелился порошок Потому что у меня здесь детские вещи лежат Так что нежелательно Чтобы порошок оставался Есть еще режим Быстрая стирка Но он на эко стирке недоступен Это он доступен на других больших таких тяжелых режимах Блокировка от детей Очень полезная вещь Моя дочка любит подходить к машинке На все это щелкать Ей это очень нравится Я ставлю блокировку от детей И все нормально Вот Дальше у нас пошли режимы стирки Деликатная это в маленьком количестве воды Регулярная Обычное количество воды Интенсивная Много количества воды Машинка просто прыгает Когда эта интенсивная стирка стоит Очень много воды И тяжело Так Ну и пуск Давайте мы ее запустим Что интересно Перед запуском Машинка набирает чуть-чуть воды Вот слышите И сливает ее То есть она как бы так прополаскивает все свои шланги Остаточная вода после прошлой стирки Вот она набирает воду Шумновата машинка конечно Ладно пускай набирает Мы пока пробежимся по режиму Вот У нас здесь режим Так Вот мы пока поставим блокировку от детей И сможем щелкать На машинке все что угодно И ничего у нас меняться не будет Так Вот первый режим С удалением пятен Мы Крутим на удаление пятен Этот режим занимает около 3 часов Вообще все что связано с нагревом воды В этой машинке Все очень долго делается Обычная стирка с минимумом Два с половиной часа Три часа и так далее Четыре часа Все это Вода греется И вообще нежелательно Не пользоваться Я пользуюсь только когда у нас Какое-нибудь там пятно Но качество от стирки машинки Уже отличное То есть она стирает любое пятно У вас Все качественно И как видим мы здесь И шерсть тут можно стирать Тут еще какой-то Присутствует значок Какой-то фирмы Вот там Три звезды Платином То что можно И эту машинку Советую для Стирки шерсти Вот Если мы ставим режим шерсть То она очень аккуратно Все это Стирает медленно И не сильно полоскает То есть у вас ничего там Не выбивается Никакая волосня У вас не будет там В машинке оставаться После этого всего О Вот Мы можем видеть Машинка начала свою работу Ну наверное и все Сейчас мы все это дело Постираем Если у кого будут вопросы По машинке Пишите Комментарии Отвечу Всем пока Пока